Следующий вопрос от Александра. Что планируется делать с мотор-колесом, с моделями, которые уже разработаны? А то сейчас видно транспорт только на движках ДА. Будет ли мелкосерийное производство МК? Всему свое время. Понимаете, дело в том, что мы модель сделали, показали, отгоняли. У нас лаборатория на колесах была, все это было. Оттестировали. Но для того, чтобы выпускать, уже надо не экспериментарить этот образец, он нужен промышленный. А вот промышленный, тут возникает вопрос. Ну вот, допустим, такой небольшой нюанс. Энкодер, который стоит внутри колеса, который фиксирует вращение. Он может быть оптический, либо электромагнитный, но на эффекте холла. Оптический, зацаряется. Холл тоже проблема внутри. Стандартный, строить туда тяжело. И так далее. Проблема. Ну да, мы сделали для опытных образцов, все нормально. Работали, все. Но здесь одна проблема. Это колесо должно разбираться и собираться, потому что резину менять. Вот при стандартном, по 200, да? А всякий ли потребитель, пользователь, сможет грамотно работать с холлом? Не думаю. С энкодером интернет-инкрементальным. Сто процентов нет. Возникнет проблема. Поэтому надо было разработать новую конструкцию энкодера, и именно ту, которую можно было бы массово производить. Да, технология, понятно, ясно. Но для того, чтобы ее осуществить, эту технологию, нужно было создать, разработать и создать специальное оборудование. Но это специальное оборудование требует специальных условий эксплуатации, и людей специальной квалификации. Кого не попадя, первопопавший сюда не поставит, вы же сами видели. Конечно. И возникает целая цепочка, это один энкодер. Ну а теперь опять, колесо не до колесо. Да, поставил на велосипеде, все прекрасно, хорошо, но а если ты камеру проколол на ходу, ее поменять, или покрышку порвал? Это как? Вот при той конструкции, это как? Откручивая провода, отсоединять датчики, разъемы? Это даже не для фанатов. Это надо настолько быть самоубийцей, или там, я не знаю, ну да, фанатик, наверное, скорее всего. Такие фанатики есть, ездят, считают, что это велосипеды, ректоры. Это не до велосипеда. И не до мобили, и не до мотоцикла. Это вот что-то такое. Да, есть такие люди, которые готовы заниматься таким мазохистом, но основной потребитель нет. Поэтому колесо надо сделать таким, чтобы без его разборки, без демонтажа можно было снять покрышку, поменять камеру, упростить. Это опять-таки колоссальный еще вопрос. А другой вопрос, что я не видел еще такого оборудования, серийного, для того, чтобы можно было мотать такой диаметр статора вот этого, да, с таким шагом. То есть, по птически... И такое количество секций, 96 секций положить. Значит, должна быть другая технология. Да, технология известна. Мы ее придумали, сделали. Но теперь же надо сделать оборудование. Но это мгновенно не появится. И опять-таки, в этих площадях как? Как это сделать? Все не так просто, как кажется на первый взгляд. И все. А здесь нет состояния, здесь нет помещений, больше свободны. И что делать? У меня нет кабинета. Я сижу на приставном стульчике в конструкторском отделе. А надо же людей еще посидеть. И как быть? Ведь нужно учитывать, что сотрудникам нужно обеспечить комфортные условия труда. Нормально, чтобы они работали, потому что надо и бумаги разложить где-то. Не на коленях жишь. И поэтому таких задач очень много-много. И так же и с колесом. И если бы это можно было сделать, не создавая вот этот центр, да кто бы его стал городить? Люди дорогие. Люди пог twor 순, где они тоже? Люди. 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 Продолжение следует...